Всем приветик, любители Вархаммера, с вами Леар. Мы продолжаем проходить кампанию Сол Шторма. Остановились мы на том, что уничтожили Некронов. Сейчас будем изничтожать жалких Эльдаров. Делаем конец хода. Эльдары до сих пор не могут уничтожить остатки армии Некронов. Кстати, у меня есть два варианта. Я могу напасть сначала вот сюда и получить бонус с ресурсами, а только потом уже на Эльдаров. Давайте так и сделаем. Сначала нападаем вот сюда, на эту территорию. Историю прочитаем. К сожалению, коммерческое предприятие по разработке ископаемых на Луне Кауравы-3 привели к огромному взрыву. Половина Луны превратилась в пыль и лед, кольцом окружающие планету. Остальная часть стала карой разрушенным землям, вызвав скоропостижную смерть и разрушение. Когда-то разрушенные земли стали домом для большинства наиболее развитого имперского населения на этой планете. Большие города окружены пригородами. Промышленность развивается благодаря огромным шахтам и производственным мощностям. Личный журнал охотника игры Яна Соленца. В мой спидер загружены провизии боеприпасы и энергоячейки на 30 циклов. Если бы я смог добыть хотя бы трех рогатых нигов и аркенбиста или двух, то мог бы полгода отдыхать на пляжах Церулина. Этим утром заметил малую семью нигов. Почему мне смешно? Ну ладно, подумаешь, пустынная планета, кривой перевод, он заметил семью нигов, выслеживал их целый день, подстерег их в засаде и на закате добыл одного. Блин, я просто вспоминаю рабство темных эльдар. Извините, что я такой расист. Пришлось удирать со всех ног от остальных, но удалось от них оторваться до того, как с телом начались проблемы. Видел зеленые вспышки наподобие молний на горизонте к южным землям, наверное. Преследую Аркенбиста в течение двух циклах. Не удается подобраться близко. Нужно только дождаться момента сделать удачный выстрел. Думаю, я здесь схожу с ума. Видел еще зеленые вспышки. Я отправился к ним на своем спидере и не знаю, как лучше сказать. Думаю, что видел что-то вроде черной пирамиды, которую окружало зеленое сияние. Ее вершина светилась зеленым. Убрался оттуда к черту. Почти сделал выстрел по Аркенбисту. Прицелился из винтовки, готов был нажать на курок. Неожиданно заметил что-то уголком глаза. Бежавшие тощие штуковины, наподобие людей, белого цвета. Они перешли на открытое пространство. Возникла какая-то дуга, вспышка, и они исчезли. Вот так-то. Они правы. Ты сходишь с ума, слишком надолго оставаясь в одиночестве. Ее упаковал одного добытого зверя и отправился домой. Ох уж эти кривые переводы. Семья Нигов. В общем, это был личный журнал какого-то охотника, который охотится за животными. На прошлой планете, значит, был Альфа-легион Темных Эльдаров. Так, их двое. Альфа-легион Темных Эльдаров. Семья Небух. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше уже все окей будет Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Так, давайте генераторы ломаем Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Дальше уже окей будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Только, чтобы найти себя хвостом, хвостом, хвостом. Нет! Мы будем защищать наш секрет. Никакой силы не может страдать в хвост, а не найти. Мы не будем уничтожить на этом мире. Калабулы хотят наши, и будут наши снова. Ну чё, поехали. Мы будем уничтожить его с огнем и заявить эту землю в имя имя императора. Император, виспирай меня. Они никогда не пытаются. Мы обманываем дреда и ай! В этом-то и вся проблема. То, что эта база, как видите, она в открытом месте находится, и потом её будет очень легко уничтожить. То есть, допустим, мы тут построим базу, а противники со всех сторон нас хоба и прижмут. Хотя, в той миссии с некронами было примерно так же, но у некронов это сделать не удалось. Что? Ты не сможешь, я сможешь. Я 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 Блин, а где я? Я не вижу её. А вот она. И я говорю об этом-то все, проблему. Наша база со всех сторон открыта. Вот даже если мы сюда... Гай себе у нас рабочих. Продолжение следует... Что я буду убивать? Мы сделаем эту плату secure. Я уважаю орехи. Я служу. Твоя воля началась. Продолжение следует... Эй, вот они уже на нас напали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, этого убиваем. Так, пойдемте эту базу ломать. Продолжение следует... 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 Сейчас вот это надо сделать. Повсюду тут врата эти проклятые. Вот это вот улучшим. Повсюду тут врата эти проклятые. Так, тут у нас все улучшено, это еще сделаем, но энергию сделаем. Вся энергию пока что не надо, у нас с энергией все окей. Пойдемте вот этих вот гасить. Давайте сохранимся на двойке давайте. В принципе разницы никакой. Эй, давайте наконец-то построим. Продолжение следует... Давайте турель, вдруг они сзади нападут. Окей, взяли и напали резко сзади. Кто их знает? Нет. Это же Эльдары. Пойдемте. 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 Или два этих ветерана. Это ещё что за? Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то фигово защищённая у них база. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень странно, что эльдары здесь переводятся как старейшие. Да, они конечно древняя раса, но переводить их как старейшие это немного странно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, это пока что не строится. Давайте вот это. Три от этих. Так, здесь всё хорошо. Это у нас защитный отряд. Это у нас защитный отряд. Субтитры сделал DimaTorzok Надо бы миссионера нанять и ещё отряд этих кающихся сестёр. Субтитры сделал DimaTorzok Дальность стрельбы арбалетов боевых сестёр. Они же из арбалетов стреляют. Конечно. Академия, что я убью? Я служба императора. Император, защищай свою Римскую Грёвку. К храмам Экклезиарки. Император, впринь меня! Плаком дает веру. Или мертву. Так, и я думаю, у них тут врата стоят. Ну ладно, значит сюда. Вообще, мне надо уже вторую базу ставить. Я готовлюсь за это. Третья смерть в моей крови и крови. Третья смерть! От настоящей Доктрины, лимон! Третья смерть! Мы в целую базу ставить кемператору. Ум! Помимо тебя! Третья смерть! Матристот! Посор! Так, эй, давайте вот эти все улучшения пока что сделаем. Миссионера. Третьих вот еще. Да, наплюйте на него. Просто отходим. Так, максимум 5 этих можно. Так, здесь еще врата. У них-то там аватар, как бы. Как бы. Давайте еще это сделаем. Что, генераторы? Так, вот эти вот сюда. Все, стоп-сюда. Пройдем, посмотрим, может тут что-нибудь есть у них. Фиг знает этих эльдаров. Они же очень хитрые. Да они не кроны убивают. Так, эй, тут откуда взялся. Он откуда-то с этой стороны, видимо, пришел. А, ну, понятно. Вот здесь вот находятся эти врата у них. Так, давайте еще этих. Где-то они здесь должны быть. Хватит танцевать. Стоп-сюда. Продолжение следует... 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 Угу. Я говорю у них кто? Этот. Брата. Мы сестерами Репентина. Ты не теряешь. Я не теряю. Я не теряю. Я не теряю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, я их тут уничтожил. Ну, значит, всё, они больше не должны на меня нападать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, этих, значит, всех выбираем. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, эти вот отряды. И всё, сейчас Альдаром... Едёт. Капец. Чё-то они нас не бьют. А, точно. Потому что я сломал эту штуку. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у них тут призма огненная. Вообще, вот эти вот сёстры сражения, они... Я бы сказал, самая сильная раса... Из-за миссионеров. Вот из-за этих способностей. Вот из-за этих способностей. Потому что они могут дать отпор... Всем противникам. Некроном, Тау... Некроном, Тау... Вот, чисто из-за этих способностей. Например, возвращает полученный урон атакующему. Некроны наносят большой урон, просто врубаете эту способность... И всё. Куча урона сразу же возвращается. Главное, у вот этого здания другая раскраска, не ультвы. Продолжение следует... давайте еще одного сделаем а у нас уже есть один где он вот он ну тогда сделаем 2 молнии все поем сюда опять же повторюсь насчет этих миссионеров вот эти вот способности когда у вас много точек вы за счет этого миссионера можете затащить тут всего лишь 15 веры требуется 50 веры 70 прирост как бы огромный даже если я вот сейчас в рублю например вот этом эти огромный прирост кстати видели было 00 допустим если по вам стреляет tau вы просто врубаете вот это вот возвращает полученный урон атакующему а как вы знаете tau своими плазменными винтовками наносит огромнейший урон допустим просто берете отряд этих сестер вот божественную кару используйте и все давайте я даже сейчас продемонстрирую это сохранить только продемонстрирую это на эльдарах вот этот отряд у меня вперед пойдет и я врублю вот это и вот это это у нас конечно раненый но ничего страшного ой-ой-ой куда вы раньше времени то не лезьте пускай они первыми сюда встанут ну вот теперь поехали смотрите огонь пока что по этим машинам т.е. видите довольно большой урон Продолжение следует... 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 Продолжение следует...